Добрый день! Сегодня в начале нового учебного года я с удовольствием представляю нашего гостя ректора Казанского федерального университета Ишат Равкад Чагафурова. Добрый день, Ишат Равкад Чагафурова. От всей души поздравляю вас с наступившим Новым Годом. Все-таки не могу не удержаться и не спросить о том, как, с чем, с какими мыслями вы вступаете в этот учебный год. Не секрет, что для многих ректоров он был непростой. Я имею в виду период подготовки к новому учебному году. Очень непростые были правила в этом году приема новых студентов. Очень непростые задачи ставились и федеральным центром, и, собственно, здесь, в самом университете, перед сотрудниками, перед студентами. Что бы вы считали важным и значимым сегодня, входя в Новый учебный год, обозначить и для коллег, сотрудников Казанского университета, и для студентов, и для тех, кто не безразличен к жизни нашего университета? Знаете, каждый год он приносит и свои радости, и свои проблемы. Конечно, многие сотрудники и вообще общество думает, что в летний период преподаватели вузов отдыхают два месяца. Да, хотя летний период, он такой же напряженный, как и обычные периоды нашей жизни, поскольку именно в этот отрезок времени идет подготовка всего университета к началу нового учебного года, и обновляются наши здания, сооружения, кампусы. Этот год был непростым еще в связи с тем, что мы готовили программу «Приоритет 2030», поэтому вся группа, она в ежедневном режиме работала. Мы определялись с новыми приоритетами, и, конечно же, наши новые приоритеты, они опирались на те результаты, достижения, которые были реализованы в период реализации проекта федеральных университетов. Была такая специальная программа, как вы знаете, и проекта программы «5 ТОП 100». У нас, конечно же, были и проблемные моменты при реализации данных проектов, поскольку ожидаемый уровень финансирования и реально полученные ресурсы все-таки сильно отличались. У нас университет большой, многопрофильный, поэтому нам нужно было учитывать интересы и коллектива, и территории, где мы расположены, и, конечно же, реализовать те амбициозные задачи, которые мы же сами перед собой ставим. И вот новая программа, защита, кстати, программы будет 19 сентября в Москве, в воскресенье, уже на днях. И она учитывает новые программы и масштаб университета и отвечает, как нам кажется, на те новые вызовы, которые сегодня есть. И если говорить о приемной кампании, то на самом деле были внесены определенные поправки в регламент приемной кампании. Во-первых, не было второй волны практически, и увеличилось количество бюджетных мест, и в целом количество желающих поступить в наш университет. Но отрат на то, что, во-первых, мы сразу же в полном объеме заполнили все бюджетные места, а их было более 7100, это огромный прием. И должен сказать, что в Казани средний балл единого государственного экзамена, именно по этому критерию обычно оценивают качество приемной кампании, 80,2. У нас есть университеты, где тысяча человек принимается на бюджет и не могут выполнить пороговые значения. А здесь 7100 с плюсом небольшим человек было принято, и вот средний экзамен, то есть средний балл ЕГЭ показаний был именно таким, который я вам озвучил. В среднем с учетом фериалов он стал больше 77 единиц, я имею в виду единый государственный экзамен. У нас фериалы в городе Елабуге и в Набережных Челнах. В целом же с 1 сентября к занятиям приступило первокурсников 12300 человек. Еще прием с дальнего зарубежья и со страны СНГ до сегодняшнего дня осуществляется. Наверное, крайний приказ мы подпишем до 30 сентября текущего года. Я думаю, еще небольшое увеличение произойдет. Сегодня идет заселение в общежитиях. Это тоже непростой вопрос, связанный с заселением. Все-таки мы сегодня 100% всех желающих жить в наших кампусах, а в общежитиях не можем обеспечить за большого приема. И поэтому мы должны выбрать наиболее нуждающихся первокурсников. И это тоже все осуществляется по ходу. На данный момент более 9 тысяч человек уже заселились в общежитиях нашего университета. Таким образом, всего в стенах университета учеба начнут более 56 тысяч обучающихся. Конечно, в это число входят и наши аспиранты, наши студенты, которые обучаются по программе СПО. Это не только уровень высшего образования. И около полутора тысяч школьников. Вы знаете, что в составе университета также работают два лицея в Казани и университетская школа в Елабуге, которую мы открыли в прошлом году. 1 сентября с участием президента нашей республики Рустама Маргаревича Мениханова и статс-секретаря Министерства образования и науки Российской Федерации Петра Александровича Кучеренко мы открыли детский сад для работы с особенными детьми, с детьми, с аутическим спектром расстройств. Вот это, кстати, очень знаковое событие, потому что, с моей точки зрения, мало вообще университетов в мире, не то что в России, которые полный цикл имеют образовательный под своим сопровождением. От детского сада до ДПО, дополнительного профессионального переподготовки, образования. Вот, если можно, чуть подробнее про детский сад. Я бы сказал, с родильного дома, поскольку в составе университета у нас есть и клиника, где есть роддом. Но это особенный детский садик. И вы знаете, что мы всегда и все ориентируемся на работу с талантливой молодежью, с талантливыми детьми. Но вот с детьми с определенными особенностями работают не так много высших учебных заведений. Вы правильно подметили, что в Российской Федерации это единственный детский сад в составе нашего университета, который ориентирован на вопросы разработки технологии, методики по социализации детей с аутическими расстройствами. Мы долго готовились к этому открытию. Мы могли открыться и в прошлом году, но помешала пандемия. Поскольку если еще не только у детей будут особенности, но и попадут больные дети с коронавирусом, то весь процесс бы усложнился. Мы подготовили специалистов. Там практически все наши выпускники. Мы заранее отработали с ними известные и применяемые на территории Российской Федерации технологии работы с этими детьми и с этими родителями этих детей. Поскольку очень важно, чтобы все, что мы делаем на площадке университетского детского сада, не забывалось. И родители использовали все эти методики и дома. И за этим же центром детским будут закреплены еще 70 семей, которые мы просто будем консультировать и с ними работать. Это плюсом к тем, которые посещают наш детский сад физически. Будет открыто 5 групп, точнее 10 групп по 5 человек. То есть, по сути, идет индивидуальная, персональная работа с каждым ребенком. Это непростая задача, которая была перед нами поставлена президентом нашей республики. И я думаю, мы обязательно при помощи специалистов наших, при помощи сотрудников и партнеров нашего университета, расположенных не только в Российской Федерации, но и в других странах. Прежде всего, это центры Израиля и Соединенных Штатов Америки. Я думаю, мы обязательно найдем подходы по работе с аналогичными детьми. Но здесь нужна очень большая поддержка и со стороны, конечно же, родителей. Потому что это наша общая задача. Ну и вот, вы сказали, что таких высших учебных заведений не так много в России. Их, в принципе, нет ни одной. Для нас это и площадка подготовки специалистов, поскольку мы один из немногих федеральных университетов, которые в массовом порядке готовят будущих учителей. Примерно 10 тысяч человек мы сейчас готовим, ориентируя их на работу школ. Причем в разных школах. Вот как я уже говорил. Ведь если они отрабатываются на площадке детского сада, то они будут, конечно же, работать и в начальной школе, и в общеобразовательной, и средней школе. По крайней мере, я надеюсь, что наши выпускники будут готовы. В то же время у нас два лицея ориентированы на работу с талантливыми детьми. Это лицея Лобачевского и IT-лицея. Кстати, мы в этом году IT-лицея, опять-таки, по результатам единого государственного экзамена, занял первое место. Мы 12 человек, выпускников, сдали на 100 баллов экзамен. А если говорить о приемной кампании, то 187 студентов мы приняли в 100 бальников. И 5 человек – 200 бальников. Конечно, при таком большом приеме, как нас могут сказать, что это небольшое количество, я напомню, что в целом по республике чуть более 260 человек сдало ЕГЭ на 100 баллов. Я очень доволен качеством приема этого года и надеюсь, что это послужит к лучшему усвоению материала в стенах нашего университета, уже нашими бывшими абитуриентами, нынешними нашими первокурсниками. Еще один момент, на чем бы хотел акцентировать внимание. Мы начали учебный год в обычном общем формате, очном формате, с использованием тех ресурсов цифровых, которые мы наработали в течение 19-го и 20-х годов. Поскольку особенно 2020 год, наверное, войдет в историю, как год начала пандемии, хотя он и называется годом, точнее, COVID-19. Понятно, что в 2019 году все началось, но в 2020 году мы на себя ощутили в скобках все прелести этой заразы. И было сделано очень много наработок в области создания специальных образовательных программ, которые же, конечно, сегодня будут широко использоваться. Это дает нам возможность выстраивать персональные траектории в области образования для наших студентов, где бы они ни находились в данный момент времени. Это, кстати, дает возможность иностранным студентам продолжать учебу, несмотря на то, что в их странах действуют серьезные ограничения по перемещению. Да, но сегодня Российская Федерация разрешила доступ в вузы нашей страны всем студентам, где бы они ни находились, в каких бы странах, открытых, закрытых, они могут перемещаться и приезжать к нам через третьи страны, открытые страны, что, в принципе, сегодня мы и наблюдаем. Поэтому определенный резерв в наших общежитиях мы оставили для тех, кто будет к нам пребывать в октябре, в ноябре месяце. Практически с каждым из них, кто является нашим студентом на сегодняшний день, мы имеем контакты и знаем, когда они примерно приедут к нам и начнут в обычном режиме учиться. Конечно, мы при этом надеемся, что каких-то эксцессов больших мы иметь не будем. Я имею в виду вот с третьей, четвертой волной коронавируса. Сегодня массово идет вакцинация. Количество сотрудников, преподавателей, которые провели вакцинацию, уже перевалило за 60%. Со студентами похоже, но, кстати, хочу сказать, что многие зарубежные наши студенты сами записываются, и мы сегодня не имеем возможность проводить вакцинацию всех желающих. Для этого у нас есть и ресурсы, и созданные специальные пункты. А, кстати, очень многие вузы переживали, что вот эта пандемийная волна заметно уменьшит число иностранных студентов. Вот Казанский университет ощутил это или... Практически на данный момент мы каких-то проблем по прибытию и по приеме иностранных студентов не ощущаем. Все плановые задачи, которые мы сами же перед собой ставим, я хочу еще раз подчеркнуть, что никто нам в больших планах не ставит, что мы должны такое-то количество студентов принять там на коммерческих условиях иностранных студентов. Мы эти плановые задачи ставим перед собой сами, и мы их выполним сегодня успешно, поскольку мы должны балансировать и наш бюджет, у нас огромное количество зданий, сооружений, и мы должны заботиться о наших преподавателях, создавая им и комфортные условия для жизни, и работы, и в то же время пытаемся поднять средний уровень заработной платы наших сотрудников, что мы, в принципе, успешно делали в течение нескольких последних лет. Вот это, кстати, очень серьезный вопрос. Вот вы уже упомянули в самом начале нашей встречи, нашего разговора о том, что крупные федеральные программы сопровождения развития университетов прекратили свое действие, новые еще не начались, да, они только вот в стадии предзащиты, защиты. Как удерживать в этой ситуации бюджет? Это непростая, наверное, задача стояла перед вами, учитывая и масштаб Казанского федерального университета, и планка, которая была до того задана, которую нельзя было, в общем, опускать. Есть определенный опыт работы и до моего прихода в университет, и уже более 10 лет работы в университете, показали, что необходимо иметь определенную подушку безопасности. И такую подушку мы финансовую сформировали. Хочу сказать, что практически все лаборатории, которые были созданы в проекте программы 5 ТОП-100, мы сегодня сохранили и оплачиваем труд наших научных сотрудников и наших преподавателей. Практически в полном объеме мы сохранили тот же фонд оплаты труда, и более того, сегодня ведем разговор, и мы это обязательно сделаем, о поднятии среднего уровня заработной платы по университету. Я думаю, после защиты 19-го часа мы будем знать уровень допущенности нашего университета ко второму этапу, либо мы на первом этапе, может вообще сказать, что, ребята, все, хорош уже, будут другие работать. То есть мы просчитываем разные треки. В зависимости от этого принимаем решение. В частности, с 1 сентября у нас на 5% поднялась базовая зарплата УВП и административного персонала, за исключением ректора. Значит, чтобы сразу не говорили. То есть это уже поднялась? Да, с 1 сентября базу уже подняли. И по преподавателям мы решение примем в начале октября. В сентябре будут осуществлены, наверное, часа 6-го, 7-го часа осуществлены единовременные выплаты в размере 15 тысяч рублей каждому сотруднику, точнее, каждому преподавателю нашего университета, который таковыми числится на 1 сентября текущего года. Независимо, может, он неделю назад устроился, я условно говорю, 25 августа, но 1 сентября. Идет как бы отчет, и вот с 6-го, с 7-го они все получат. Тем более, еще раз хочу сказать, мы неплохо потрудились, приемную кампанию провели достаточно хорошо. Значит, также в 21-м году мы прошли полную аккредитацию. Тоже с первого захода одна программа не была отклонена. Более того, буквально перед 1 сентября мы получили все необходимые разрешающие документы под открытие нашего детского сада и под школу Велабуги, университетскую школу. Чуть раньше получили по школе все необходимые документы для того, чтобы выдать полноценный документ об окончании школы. И достаточно неплохо сегодня идет оснащение наших корпусов. Мы и новые направления будем открывать в университете. Но, конечно же, университет не может бесконечно расширяться. Какие-то направления будут закрыты. Мы должны будем на одном из заседаний нашего ученого совета после утверждения, либо неутверждения нашей программы 20-30, приоритет, мы должны определиться, какие направления мы сохраняем за собой еще на несколько лет, допустим, на ближайшие 5-6 лет, и как университет будет развиваться в течение этого периода. Вот здесь сейчас в этот момент, наверное, вздрогнула часть слушателей, зрителей, когда вы сказали, что какие-то будут закрываться. Какие критерии неэффективности вы видите? Во-первых, это востребованность программ по результатам приемной кампании. У нас очень сильно отличаются конкурсы и результаты единого государственного экзамена. Средние показатели, да, это среднее по коллективу, все нормально. Но есть, где, по сути, конкурируют стобальники между собой, да, а есть направления, которые с года в год набирают студентов, с небольшими едиными государственными экзаменами. Здесь, конечно, разговор не идет о низких там ЕГЭ, ниже 60, да. Разговор идет о направлениях, где нет иностранных студентов. Это говорит о том, что эти программы не востребованы и не участвуют в глобальной конкуренции. Высокомаржинальные есть программы по стоимости и по востребованности. Есть программы, которые с напряжением набирают студентов. Понимаете, вот нельзя же выпускать продукцию, которая не продается. Для нас образовательные программы – это точно такой же продукт рыночный. Если они востребованы, значит, на них записываются студенты. Если они востребованы, значит, на них записываются специалисты, которые проходят программу повышения квалификации. Если они востребованы, значит, люди готовы за них больше платить. Точно так же касается научных исследований. Сегодня практически все преподаватели вышли уже на работу. И мы в трудовых коллективах по институтам, у нас их 16, будем обсуждать все эти вопросы. Но эта программа, она должна быть понятной и выработанной самим коллективом. Никто сверху, либо снизу, либо сбоку, никто не будет настаивать на принятии тех или иных решений. Если это будут ясные, понятные проекты, то, я думаю, все их воспримут. Сегодня нет принятых решений по закрытию каких-то программ или закрытию каких-то институтов. Более того, в этом году вы знаете, что мы открыли институт дизайна и пространственного развития. И в первый же год набрали достаточно большой контингент обучающихся, сегодня более 300 человек, с очень высокими баллами Единого государственного экзамена. И достаточно большой прием на контрактных условиях. Там они еще дополнительный экзамен сдавали, профессиональный экзамен. Поэтому у нас же этого направления не было. Точно так же, как несколько лет назад, не было направления, связанные с лечебным делом или со стоматологией, а вообще в целом с подготовкой специалистов для работы в области медицины. Какой смысл выпускать специалистов, которые не востребованы на рынке? Сегодня огромный конкурс в области IT-технологии. Хотя несколько лет назад они далеко уступали экономистам и юристам по конкурсу. Сегодня это достаточно высокомаржинальные программы. Сегодня весь мир готовится к энергетическому переходу, на более зеленую энергетику, на водородную энергетику. Конечно же, мы будем открывать новые программы и новые лаборатории, новые центры в области водородной энергетики, в области искусственного интеллекта. Сегодня у нас разрозненно в разных институтах занимаются этими проблемами, но единого центра ответственности за работы в этих направлениях нет. Неплохо. У нас достаточно долго мы буксовали в области инноваций. Сейчас мы формировали центр ответственности за данную работу, подняли должность руководителя этого центра ответственности до уровня проректора. Я думаю, у нас определенный скачок произойдет буквально в этом году или в начале следующего года. По крайней мере, сегодня мы знаем, что мы должны делать, и знаем, как должны делать. И под это дело сформировали ресурсы. То есть и у коллег, которые сейчас услышали, в общем, через те критерии, которые вы обозначали, что у них есть серьезные проблемы, есть время и подумать для того, чтобы где-то подкорректировать свою деятельность, где-то серьезно обновить свои предложения и планы для того будущего разговора, о котором вы говорите. Более того, ежемесячные, ежеквартальные доплаты, которые будут к базовым зарплатам осуществляться, они тоже будут мотивировать людей немножко поменять, может быть, свои траектории. Мы же в прошлом году, когда формировали цифровые образовательные программы, ориентировали людей, в том числе и при помощи финансовых поддержки этих программ, точнее разработчиков этих программ. При этом мы всегда старались, чтобы и в качестве разработчиков были наши сотрудники. Практически ни одной образовательной программы со стороны купленной не было. У нас есть хороший, творческий, работоспособный коллектив, но внутри коллектива, как и в любом коллективе, есть разные люди. И я считаю, что кто хочет работать, ему надо создать большие возможности и большую поддержку. Вот, кстати, опять про материальное, раз вы вспомнили. Ведь не лишне напомнить, что университет, насколько я знаю, имеет и без того сегодня достаточно высокий уровень доходов своих сотрудников. Вот по сравнению с тем, что происходит в республике, это в разы больше. Ну, я вам хочу сказать, что совсем недавно я был в Елабуге, у нас средняя зарплата самая высокая. Хотя там расположена НГДУ при камне, который осуществляет огромную добычу. Да, и там есть особая экономическая зона, резидент. Если говорить о Казани, то у нас тоже достаточно высокая зарплата для Казани. Для такого коллектива у нас 10 тысяч сотрудников. Да, и мы являемся на сегодняшний день вторым налогоплательщиком Казани после Оргсинтеза. Вторым? Да, после Оргсинтеза. Это еще мы не берем в расчет косвенные налоги. То есть у нас огромное количество контингентов студентов, аспирантов, которые активизируют экономику территории. Вот надо просто сказать, что давайте уберем контингент студентов и преподавателей, и как выводит выглядеть Казань. Ну, центр города просто встанет. Он просто умный. Я не знаю, центр встанет или что встанет. Потому что он вообще живет на студентах только. Конечно, всех раздражает, когда наши студенты там, может быть, переполняют метро, общественный транспорт, на своих автомобилях ездят. Да, вот интенсивность, трафика с 1 сентября всегда усиливается, да? Но они же ходят в магазины, в кафе. Многие уже работают. Я думаю, что наши студенты старших курсов педагогической направленности, они начнут сейчас работать уже в школах, поскольку в школах сегодня недобор учительских кадров. Поэтому я считаю, что здесь не нужно делить федеральную структуру, региональную или местную. Мы все работаем на улучшение конкурентноспособности нашей территории, где мы расположены, на нашу республику. И, соответственно, ждем такого же отклика. И все-таки еще про экспансию университета хотелось бы спросить. В хорошем смысле экспансию. Мы наблюдаем сегодня, как крупнейшие российские университеты, МГУ в частности, открывают филиалы активно в зарубежье. Вот как Казанский федеральный университет планирует развиваться на территориях других государств? Вы знаете, в самом начале, когда мы формировались, нам нужно было не только сформировать корпоративную культуру, но и привести в порядок так называемое материальное наследие от всех университетов, на базе которых сформировался наш Казанский федеральный университет. Сегодня, конечно, нас тоже могут критиковать, где-то что-то увидеть, но это всегда похоже. Там кучку мусора увидел, да, и с камерами там вокруг этой кучки ходишь и говоришь, как плохо в городе там или стране жить. А можно показывать новостройки, да, и у людей формируются разные уровни ощущений. Можно просто правдиво рассказывать все, что происходит. Вот если правдиво сказать о нашем университете, у нас сегодня есть проблемы, да, и по инфраструктуре кампусов нам не хватает сегодня площадей для развития, даже в Казани. И мы никак не можем добиться, не получить разрешение на стройку, да еще и ресурсы же надо найти. Ну, и тратим огромные деньги на ремонтные работы на объектах, которым уже более сотни лет, да. Это с одной стороны. Хотя, должен сказать, никто дополнительных ресурсов, вот, ни с федерального центра на эти цели не дает. То есть, эти те же заработанные университетом деньги, которые мы можем тратить на покупку лаборатории, на поднятие заработной платы нашим сотрудникам, да, то есть, непосредственно заниматься основным видом деятельности. Но мы же идем на это. У нас никто, вот, была просьба президента республики, Рустамна Рогалевича, по детскому саду, по работе с детьми, у нас никто не заставлял. Это же социальные миссии, фактически. Да, это наши социальные миссии, которые мы выполняем. И мы ни от чего не отказываемся, все то же самое. Мы по образовательным программам, и в новой программе, это мы отразили, ориентируемся на потребности, прежде всего, территории, где мы живем. Хотя эти проекты менее маржинальны. То есть, они меньший доход в финансовом смысле приносят. Приносят. Когда нам говорят, что вот там, я не буду озвучивать, чтобы мне не критиковали мои коллеги с московских ВОЗов, что там большие позиции занимают в рейтингах международных, я всегда задаю вопрос, а кто из этих ребят, выпускников, остается в нашей стране работать? Во-первых, они очень маленькие, эти ВОЗы. Они сфокусированы на узкую предметную область. С другой стороны, в выпускнике практически уезжают. То есть, на них государство, наша страна тратит деньги в садиках, школах. Они участвуют в олимпиадах, потом учатся в высшем учебном заведении, да? А потом просто уезжают. Это вот представьте бизнесмена, который вкладывает, вкладывает, а прибыль за него получает другая сторона. А мы у себя пытаемся сформировать ту модель, которая бы отрабатывала на собственную республику, на собственную страну. И слава богу, нам это удается пока. Да, мы занимаем новые ниши. Я уже говорил, почему. Потому что мы должны зарабатывать. В противном случае, мы будем похожи на людей, которые шапочкой ходят и все время просят. Конечно, если в эту шапочку нам тоже кто-нибудь что-то положит, никто не отказывается. В то же время говоря, филиальная система, мы все филиалы внутри страны тоже закрыли в свое время. И все ресурсы сконцентрировали для приведения в порядок нашего собственного дома, который расположен пока на территории республики Татарстан. Сегодня положение изменилось. Есть очень много людей, желающих из зарубежных стран к нам поступить. Но мы не можем обеспечить их общежитиями. Как я уже говорил, у нас не хватает площадей под тем нормативом, который в нашей стране есть. Мы уже сегодня испытываем колоссальный дефицит и площадей для образовательных программ, и дефицит в наших общежитиях. Поэтому мы посмотрели, из каких стран больше к нам поступают людей, и где востребованы наши образовательные программы, и будем переносить их на территории этих стран. Совсем недавно вышел указ президента Узбекистана о создании нашего филиала на территории данной республики. Более того, хочу сказать, что я не знаю, как будет реализовываться, но обычно говорят, что в Узбекистане все, что подписывает президент, реализуется достаточно быстро. Значит, нам полностью выделяют ресурсы на подготовку кампусов для открытия в 2022 году. То есть в бюджете 2022 года Узбекистан берет на себя обязательства по строительству, ремонту, обеспечению преподавателей жильем и покрытия наших расходов. Сейчас мы ведем переговоры с Кыргызстаном. У меня была встреча с премьер-министром Кыргызстана, и совсем недавно были бизнесмены с данной республики, которые вменено, я уж использую это слово, попросило их правительство помочь нам в открытии филиала. И сегодня мы находимся в тесном контакте, идет переговорный процесс. Хотя параллельно мы с вузами и Узбекистана, и Кыргызстана ведем общие программы по принципу 2 плюс 2, 3 плюс 1, то есть два года они обучаются у себя, соответственно, и живут у себя, но это наши сквозные программы с их университетами, а последние два года живут на нашей территории и обучаются в нашем кампусе, здесь, в Казани. Получают два диплома. Наш диплом и университеты страны, которые они представляют. Но мы контролируем полностью процесс подготовки этих студентов и на их территории, и по истечению двух первых лет обучения проводим их аттестацию на предмет их подготовленности для усвоения наших образовательных программ в Казани. Прежде всего, это хорошее знание русского языка и тех предметов, которые они в течение двух лет проходили под нашим контролем. И первые два года они нам, эти университеты, тоже доплачивают за экспертизу их программ и за то, что мы координируем обучение этих студентов на их территориях. Потому что, в противном случае, мы можем прийти к тому, что либо после второго курса никто из них не сможет продолжить обучение у нас, либо мы должны будем делать им какие-то скидки. Все-таки диплом нашего университета, он должен котироваться не только в нашей стране, но и за пределами, далеко за пределами нашей страны. Сегодня мы получили предложение с Египта об открытии там нашего фериала и со стороны государственных структур, и со стороны бизнеса, общества. Вчера буквально провели переговоры, и сегодня уже открываем программы по дополнительной подготовке к усвоению нашего материала. То есть это вот как в советское время были рафаки после армии, да, и мы тоже готовим их. В Таджикистане мы заключили договор с общеобразовательной школой, и сегодня обеспечиваем их учебниками для того, чтобы они достойно могли готовить на уровне школы для поступления в наш университет абитуриент. А как много планируется вот в филиальной сети обучать студентов? Это же какой-то показатель есть, на который вы ориентируетесь? Сегодня нет. Мы растем по принципу востребованности. Ну смотрите, если на уровне правительства... Такие филиалов открывать не можем, мы просто не сможем сохранить качество наших программ. Сегодня вот два филиала, один филиал уже все подкреплено, открытие в Узбекистане. Джезаки на родине президента Узбекистана. Я уже сказал, что в 22-м году в начале реально уже работы там начались, но официально начинается в 22-м году, через несколько месяцев. А в Кыргызстане идут переговоры, получится мы пойдем на эту территорию. Но нам обязательно нужна поддержка со стороны местных органов власти. И причем на самом высоком уровне. Там не так много людей живет в Кыргызстане, как в Узбекистане или как в Египте. Поэтому, конечно же, для того, чтобы была достаточно высокая конкуренция, мы будем идти в страны, где больший контингент можем набрать абитуриентов на конкурсных условиях с одной стороны. Но, конечно же, мы реализуем политику нашей страны по дружественным к нашей стране странам. Понятно, что сегодня филиал на территории Украины мы открывать не будем. Ну, кстати, вот Египет – это очень интересная новость, потому что совсем свежая информация от вас, что называется. Это направление не очень освоено нашими университетами, насколько я знаю. Мы можем стать неплохим ближневосточным хабом таким образовательным, российским. На площадке египетских университетов в основном проходили стажировку наши студенты с Института международных отношений и востоковедения. Но мы немножко приостановили наши контакты, связанные с теми событиями, которые проходили на территории данной страны. Сегодня все успокоилось. Как нам кажется, разрешили и полеты и в столицу Египта, и в Шар-Мальшех, и в Хургаду. Да, то есть открываются туристические маршруты. Соответственно, я думаю, и достаточно безопасно будут открыты коридоры для наших студентов. Какой бы национальности или гражданства они не были. Но желающих приехать к нам из Египта, с Ирана, с Ирака, очень много. Причем большинство из них хотят поступить в Институт фундаментальной медицины и биологии. Институты связаны с подготовкой специалистов в области цифровых технологий. Поэтому эти направления, конечно же, мы должны расширять. И не только локализовать их на территории Казани. Я уже сказал, причина тоже совершенно очевидна. Конечно, для нас, университет, и для Казани, с точки зрения активизации экономики, конечно, было бы, наверное, интересно, если бы они учились здесь. Но у нас стоит еще второй вопрос. Обеспечение безопасности с теми событиями, которые в Афганистане произошли и так далее. Поэтому здесь мы должны сохранить общий баланс интересов. Миша Травкаджи, для новогодней беседы, новый учебный год, мы сегодня, в общем, смогли достаточно хорошо пройти по всем основным, в том числе и болевым проблемам, связанным и с модернизацией структуры, с обновлением образовательных программ, и с новыми студентами, и с расширением университета, и с внутренним проблемами, и с доходами сотрудников. Я думаю, что очень хороший повод и возможность пригласить и попросить вас после 19-го числа прийти к нам, может быть, даже в более широком формате, для прямой связи, чтобы и коллеги могли позадавать вопросы в процессе нашей беседы. И все-таки, раз уж встреча новогодняя, я все время акцентирую на это внимание, потому что это более чем значимое событие для системы образования, новый учебный год. Ваше, если можно, так сказать, обращение, на что бы вы хотели сейчас, без моих вопросов, а вот как ректор, обратить внимание, и с чем обратиться к студентам, к сотрудникам, к выпускникам, возможно, которые могли бы и далее продолжать участие в жизни университета. Вот в этот новогодний наш, в эту нашу новогоднюю встречу. Прежде всего, я хочу поздравить всех, и преподавателей, и научных сотрудников, да и весь коллектив нашего университета с начала нового учебного года пожелать успехов, самое главное – здоровья и реализации собственных амбициозных целей. Студентам хочу сказать огромные слова благодарности за то, что выбрали наш ВУЗ в качестве продолжения обучения. Независимо от того, обучаетесь вы на бюджетных местах, либо обучаетесь за счет средств родителей, либо собственных средств, сказать всем спасибо и попросить, чтобы вы все настроились на такой рабочий лад, сказать, что учеба – это очень тяжелая работа, и все зависит от вас. Не опускайте руки и трудитесь. В этом случае все у вас получится. И знаете, что время очень быстро пролетает. И что, когда вы получите диплом, чтобы вы могли оглянуться и сказать, что время, проведенное здесь, не прошло вам даром, что вы стали более конкурентоспособными и востребованными. Хочу сказать, обращаясь ко всем и тем, кто работает, и тем, кто имеет какое-то отношение к нашему университету, мы являемся неконсервативной образовательной структурой. Мы готовы меняться, ориентируясь на те вызовы, которые сегодня есть в мире, в обществе и на нашей территории в частности. И самое стабильное у нас уже 10 лет, я об этом говорю, это постоянные изменения, как бы они нам тяжело не давались, поскольку может на рынке оставаться только тот, кто постоянно двигается и меняется. А кто двигается быстрее, тот успевает создавать лучшие условия для своих сотрудников, больше зарабатывать. Вот это слово многим не нравится, меня Заяц всегда критикует, как вы знаете, что Агафоров настраивает на рыночные отношения. Но мы так живем. Нельзя же говорить и реагитировать человека, чтобы он научился плавать, когда его уже бросили в море. Он либо утонет, либо выплывет, если он подготовленный. Поэтому мы должны выплывать из любой ситуации и рассматривать новые вызовы как возможности, а не как риск поражения. Нас иногда побивают с разных сторон, критикуют, но это должно нас консолидировать на решение задач, которые, еще раз говорю, мы сами перед собой ставим, ставят наши государства, ставят наши республики. И поблагодарить всех, и поздравить с новым учебным годом еще раз. Спасибо вам. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и сегодня ответили на наши вопросы. Спасибо. 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 Спасибо.